всем огромный вечерний привет от семьи ко сегодня предлагаю поговорить о садиках знаю многие считают эти учреждения олицетворением зла я спорить не буду у меня несколько иной опыт ну и в целом вопрос в общем то не в этом акцент немножечко на других вещах в одной из приемно-родительских групп кто-то из кандидатов усыновителей задал вопрос о том как понять что твой ребенок готов к садику когда уже можно его отдавать если вы в целом считаете что садике довольно таки полезная штука и иногда они нужны предлагаю обсудить этот момент наташу и врану и еву мы забрали в том возрасте когда садик был еще актуальным вопросом наташа в связи с некоторыми проблемами по здоровью получила направление в специализированной садика которым я и мечтала который искала который мне был нужен изначально мы планировали ее водить туда лишь по тем дням когда было занятие в бассейне но довольно быстро нам пришлось откорректировать планы наташа садик был совершенно не по душе и мы начали искать альтернативные варианты реабилитации для нее увидев поняв и почувствовав что моему ребенку садик во вред мы свернули эту затею случае с иван и садик был необходимостью для меня это ребенок который до сих пор мастерски выводит меня на негативные эмоции как только у нее получая появляется в очередной раз потребность закрыть какие-то свои внутренние дырки и травмы как только у нас закончился острый период адаптации мы сможем с облегчением поняли что есть вариант при котором мы получаем несколько драгоценных часов передышки вы не представляете как я была счастлива когда я нашла вариант при котором я могла хотя бы иногда хоть извинка отдышать полной грудью и спокойно ивана при этом тоже была выигрыши потому что у нее увеличился круг общения на автоматически половила дополнительную порцию внимания и вот так вышло что все оказались в плюсе хотя изначально казалось что идея для травмированного ребенка ну так себе ну теперь вопрос садика встал с евой с одной стороны конечно же рано у нее пока не сформирована особенная привязанность к нам еще слишком живо воспоминания о детском доме да и вообще в целом она маленькая с другой стороны есть ряд преимуществ важных для меня и не последнее место во всем этом играет мой ресурс за состоянием которого с некоторых пор я слежу очень ревностно и очень внимательно мне важно мне хочется радоваться своим детям улыбаться для этого мне крайне важно иметь несколько часов в сутки наедине самой с собой мне нужно мне необходимо спокойно уделять время своей работе своим вопросам своим интересам для того чтобы потом восстановившись отдавать себя детям все это я веду к тому что нет общего и единого правила когда можно а когда нет когда рано а когда пора когда стоит а когда запрещено но нет такого вы родители вы будете принимать решение смотря на вашу ситуацию оценивая потребности и возможности вашего ребенка думая о своем собственном ресурсе нет неправильных решений и не существует в данной ситуации неверных вопросов и ответов есть ваша ситуация ваша семья слушайте себя при необходимости проконсультируйтесь с психологом взвесьте все за и против и примите ваше единственно верное решение ты сегодня в садике была первый раз и как тебе в садике мы с фондом Ленат Ахметова считаем что все дети должны жить в семье а садик это не замена папе и маме это огромная помощь и ресурс через систему подобных учреждений проходит огромное количество детей если лично вы не видите в этой системе ничего ужасного или криминального не сомневайтесь не мучайтесь и рефлексируйте не изводите себя чувством вины а просто радуйтесь тому что у вас есть такая возможность в жизни принимайте свое правильное решение не забывайте о том что правильный настрой родителей это автоматически правильный настрой ребенка и все будет хорошо до встречи через неделю а